Привет всем, мои дорогие! Сегодня опять с вами я, Ирина. И сегодняшнее мое видео посвящается моей косметичке, как я вам и обещала. И, кстати, со мной еще гусеница. Йолень! Вот такой у меня сегодня чудесный фон. Вот. И сегодняшнее мое видео посвящается косметичке. Но когда я ее открыла, думаю, боже мой, что же я вам буду показывать? Какой-то ужас в моей косметичке. Но буду показывать мой ужас. Но сначала о косметичке. Как я вам говорила, она Джиллиан Юнес, Данмарк. Вот такая она в леопардовом стиле. У нее вот такой материал, я даже не знаю, как он называется. Она не кожаная. У него очень много кожаных косметичек, очень красиво сделанных, с кожаными такими красивыми цветами. Но так как я очень активно пользуюсь косметичкой, у меня кожаные косметички просто улетают. И такие деньги отдавать за косметичку как-то не очень хочется. Но, конечно, если мне муж подарит, я буду пользоваться, не откажусь. Но мне просто будет ее жалко. Вот это очень хороший материал. Я думаю, что мне ее надолго хватит. И, в принципе, мне даже это очень нравится. Как-то душа у меня за нее не очень переживает. Вот такая она смотрится снизу. По ширине, смотря сколько вы туда наложите. Может быть тонкой, может быть толстой. Ну вот, если ее так сравнить с ладонью, вот так. Вот такая вот она. Не очень большая, не очень маленькая. Достаточно красиво. Тут такой бантик тоже с инициалами. Вот. Чем она мне нравится? Что ее можно вот так открыть. Тут присутствует зеркало. Вот. Очень удобно. Ват с замочками. Здесь можно, допустим, в одном отделе все для глаз, другое все для губ. Ну, в общем, как вам удобно. Зеркальцу удобно. Достали вы отсюда, допустим, какую-то помаду или карандаш для губ, или для глаз что-то подправить, или спонжик. И смотрите в то же время в зеркальце. Очень удобно. Вот. Но в первом отделе у меня тут в основном все для глаз. Ой, для губ. Сейчас я вам покажу, что у меня тут находится. Вот. Ну, из помады обычно я беру такую, которую я решила сегодня использовать, смотря какой образ. Вот. То есть у меня сегодня там лежит от Estee Lauder помада вторая. Роуш. Волюпты какая-то. 0,2 в общем. Вот такой цвет. Он такой нюдовый, розовый, очень светлый. Вот он. Такая вот помада. Как-нибудь сделаю видео о помадах. И потом от Mary Kay у меня лежит такая вот Cher Blush. Mary Kay, все знаете. Вот такая тоже такая нюдовая. Она очень светло-розовая. Но считается, что вот эта вот сама помада, она... Извиняюсь, я уже красилась ей. Она как бы высветляет темные оттенки помад. Но я ее пользуюсь с карандашом. Мне чем она нравится, вот этот цвет именно. Вот он нижний. Она как бы перламутровая. И... Ну да, она перламутровая. И когда вы можете менять цвет на губах. Допустим, вы взяли в путешествие или просто даже одну помаду на вечер, вот эту. А вам нужно сделать губы поярче. Вы пошли, так внезапно решили и пошли в ночной клуб. Вы просто берете какой-то поярче карандаш, розовый или красный, наносите на контур губ, чуть-чуть растушевали и наносите сверху эту помаду, можно чуть-чуть поверх этой помады. И смотрится такой перламутр и тот же... И с тем же цветом, каким вы нанесли карандаш яркий. Если вам нужен нюд коричневый, опять же, наносите контур коричневый. Плюс эта помада у вас получается нюдовая коричневая. В общем, такой хороший цвет. Мне нравится, что он подстраивается под любой карандаш. Плюс дает такой перламутр, праздничность и что-то вот... Ну, в общем, на все случаи жизни. Ну и на все случаи жизни у меня тут большое количество карандашей. Ну вот многие, кстати, заканчиваются. Как я вам говорю, если мы внезапно куда-то идем, на все случаи жизни цвета. Ну вот уже такой маленький, даже стыдно его показывать. Вот такой он розовый, ярко розовый достаточно. Это карандаши фирмы Стиль, 118 номер. Вот тоже от Стиль 113. Он такой вот... Ужас. Такой нюд бежевый. Так, ну этот от Буржуа я вам показывать не буду. У меня есть такой же еще. Сейчас я его найду. Вот он, по-моему. Да, вот он уже большой от Буржуа. Но у нас здесь Буржуа не продается. Это мне присылают подружки. Это 11 номер Буржуа. Такой очень хороший карандаш. Он такой вот нюдовый, красивый оттенок. Не знаю, как вам видно там. Нет. Вот такой вот. Очень тоже на все случаи жизни. Ну и карандаш от Мерике. Это шоколад. Такой, если вы хотите быть поярче, с такими губами шоколадными. Вот этот карандаш. Ну, я думаю, не знаю, выпускают его. Наверное, может уже сняли с производства. Я что-то слышала. Вот такой яркий, насыщенный. И раньше была помада. Тофи, по-моему, называется. Смотрелась великолепные вот эти оттенки с этим карандашом. Это было что-то. Если вы особенно, у вас рыжая шубка или что-то, вот рыжий мех, это вообще. Потом я покупала вот такой карандаш совершенно дешевый. Я не знаю, там он сколько стоил. 10-20 рублей. Называется Руст. Вот даже не знаю, какая фирма. Вот такой совершенно дешевый, но прекрасный. Держится долго, рисует мягко. Тоже такой нюдовый оттенок. Вот он. Мне очень нравится. Следующий карандаш. От Диваж. От Диваж. А номера почему-то нет. Ну вот он такой, какой-то цвет. Вот такой, холодноватый. Но это опять же смотря в чем вы одеты. Следующий карандаш. От Бью. 549-й. Он такой, вот я покупала помаду Мак. Такую рыжевую с золотым отблеском. Очень красивая. Очень мягкий, кстати, карандаш. Очень мягкий. Мне очень нравятся карандаши Бью. Я от них в восторге. Вот. Хорошее качество. Ну, у меня держатся карандаши долго. И, в общем, вот этот карандаш отлично подходит под эту маковскую рыжую помаду. 549-й. Опять же, уже миниатюрка светло-светло-розового карандаша. Вот такой вот даже уже. Ну, как светло-розовый. Но смотрите, какой он пигментированный. Прям вообще, опять же, стиль. 112-й номер. Ну, неплохие от стиля карандаши. Карандаши мне нравятся. Достаточно хорошо наносятся, распределяются. Немножко мне не нравится, что, когда их наносишь, они настолько ложатся, что даже остается немного карандаша на губах. И приходится лишнее снимать. Вот Риммель 011 и Спайс. Карандаш вот такой вот со спонжиком, чтобы растушевывать. Так, где бы сделать сводч. Вот такой. Примерно у меня одни и те же оттенки, но наподобие. Вот. Потом, ну, естественно, пару палочек никогда не помешает в косметичке. Вот от Marikey у меня еще тоже там вайс такой. Аге, эге, фиг, тай, клип, праймер. В общем, извиняюсь за мочтение. Вот такой. Он как бы ухаживает за губами, убирает какие-то, или предотвращает, скорее всего, проявлению каких-то морщин, разглаживает губы. И там написано, что он как бы лучше держит помаду, и помада лучше накладывается. Но я вам скажу, если вы его сразу нанесете на губы, то потом помада не очень хорошо накладывается. Нужно, чтобы она подождалась, ну, подождать, чтобы он высох. Потом у меня вот такая вот кисточка. Я уже тоже не знаю, от кого она. Такая достаточно красивая. Маленькая, миниатюрная. Кисточка для губ. Вот так делается. Становится чуть длиннее. Ну, в общем, прекрасный вариант для косметички. Ну, вот с первым отделом мы закончили. Это был отдел для губ. Следующий отдел у меня сейчас будет вам показывать для глаз. Я хочу показать, что в этой косметичке есть еще внутренний кармашек. Там еще есть маленький внутренний карман, что очень удобно. Вы можете положить карточку, если вы взяли, допустим, только косметичку и мини-сумочку, карточку банковскую или еще что-нибудь. Но чаще всего у меня там, конечно, лежат. Такие таблеточки, нож, пыль, кроволол. Но это так я уже ношу, чтобы... Ну, бывает много стресса, всякое бывает. В общем, ношу я и на всякие тренировки, на всякий случай, мало ли что. Ну, так это я просто. Так, в общем, отклонились от темы. У меня здесь лежит от Estee Launder, Idealight. В общем, корректор под глаза. Но я его не только использую как бы под глаза, я его еще использую, если вот у меня какие-то там, допустим, неприятности на лице выскочили. Но скажу, что это не лучший вариант для неприятностей на лице, так как он дает такой немножко... Не то, что шиммер, не то, что отбрызг, а такое переливание. Так что лучше всего его использовать под глаза и то для тех людей, у кого нет мешков под глазами. Ну, я так, по крайней мере, считаю, потому что это будет еще сильнее выделяться. Ну, пилочка для ногтей, естественно, вот стеклянная. Сломалась. И все. Вот. Ну, обязательно карандаш для бровей. Если я там не успела или не очень как-то у меня удачно брови нужно подправить. Так, это у меня... А, ты фраше. Я использовала обычным Max Factor, мне там цвет подходит. Но я уже его купила, просто сейчас допользую вот от ты фраше. Надо допользовать. Кстати, неплохой карандаш вот с таким вот... Вот с такой кисточкой на конце. Мне нравятся вот такие оттенки. Не черные, не серые, а между коричневым и серым. Вот, кстати, вот этот вот цвет. 0,2. Шатен Брю называется. Вот он. Неплохой. Никакой ржаны он не дает. Никакой желтизны и не черноты. Достаточно очень естественный карандаш. Потом тушь у меня от Лореаль. Volume Million Lashes Extra Black. Вот такая. Лежит на данный момент, на сегодняшний день. На все случаи жизни от стиля у меня вот такие вот тени. 112 номер. Вот. Очень хорошие. Чем они мне нравятся? Что они тоже... Если у вас под рукой ничего нет, вы не накрашены. Срочно вам надо накрасить и выглядеть на все 100. Они достаточно очень дешевые. Вот. Ну и держатся, в принципе, неплохо. Но, говорю, их так... На какой-то случай. Они такие нюдовые. В то же время они переливаются, отдают как-то... Разные цвета, тоже как хамелеон. И такой мелкий-мелкий шиммер. Такой невульгарный. Мне чем нравится, что вы можете быстренько карандашиком накрасить глазки. Где-то подделали карандашом, растушевали стрелочку. Нанесли сверху этот карандаш. Ой, сверху эти тени. Они смотрятся настолько богатые, настолько красиво. Хотя они достаточно очень дешевые. Опять же, на все случаи жизни. Что в ресторанах, что на вечер, что как под дневной макияж. Они подходят на все. Поэтому они всегда в моей косметичке. Сейчас я использую праймер для теней. Это от Mary Kay. Вот, попозже расскажу про праймеры мои. Потом у меня находится вот такое вот молочко для снятия макияжа. Молочко для лица. Это тоже, на всякий случай, если мне нужно чуть-чуть подправить макияж. Или где-то что-то подтекло у меня. Я беру палочку, макаю, чуть-чуть убираю лишнее. И подтираю, чтобы уж не совсем стирать мой макияж. Потом обязательно у меня есть щипчики для бровей. Если вдруг что-то я заметила. И нужно срочно убрать. Ну и ношу с собой такие миниатюрки для лица. Обязательно. Я их использую, так как руки у меня быстро сохнут. Ну это вот Виши Аква Термал у меня сейчас. Если, допустим, вы где-то в городе захотели, там, в туалет помыли руки потом. И у вас очень потом такое неприятное ощущение на руках. Сушат руки. И вы не знаете, так все раздражает. И нужно чем-то смазать. Вот этот маленький крем очень хорошо спасает. Смазали руки, и все прекрасно. Или, допустим, где-то у вас сухость на лице. Или еще как-то вам хочется увлажнить или смазать лицо или руки. И вот этот крем прекрасно спасает. Иногда даже меня муж спрашивает. Ирина, есть у тебя какой-нибудь крем? Я там быстро там подбрила. Мне теперь там щипет или покраснение. Дай мне. Всякое бывает, в общем. Пригождается. Все. Ну и если я что-то вынимаю из этой косметички, думаю, возьму там только помаду, карандаш и все. Обязательно что-то пригодится и буду жалеть. И поэтому у меня вот такая косметичка достаточно нетонкая. Всегда там все лежит. Ну так же, как и сумка, в общем. Ну и вот такая вот брови-чесалка для бровей. Я всегда поправляю брови, если вдруг там челка отрастает. И брови немножко неправильно лежат. Или уже, допустим, мой гель уже не работает для бровей. И приходится подправлять брови. Ну не знаю, я очень люблю следить за том, в каком состоянии мое лицо. Вот такое было видео о моей косметичке. Аджелиан Юнес. Если есть возможность, присмотритесь. Достаточно хорошее, удобное. Пока я не нашла ничего еще лучше. И на много времени хватит. Всем спасибо за внимание. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok